Саша, с победой. Насколько тяжело было готовиться к этой игре, зная, что Лига Европы, весенняя часть, висит буквально на волоске? Спасибо, с победой, поздравления. Готовиться, думаю, несложно было, как ко всем матчам. Оставалось две игры, понимали, что отступать некуда, нужна только победа. Поэтому готовились на победу, как и к любой другой игре. Неужели они нервничали совершенно? Не даже нервничали, просто напряжение есть, чувствуется, что в этой игре все зависит, выйдем из группы или уже понятно будет, что останемся. Поэтому, думаю, что нервничали, просто напряжение чувствовалось. Ты сегодня спустя долгое время появился в стартовом составе. Как оцениваешь сейчас свою форму, начал играть? Ну, форму, думаю, что форму ценю на, в принципе, не знаю, 100%. До игры сыграл уже. В той игре, если Санжио в чемпионате в конце было тяжело 20 минут, в этой игре, в принципе, уже до последнего чувствовал, что смогут доиграть. Копенгаген заметно так поддавил в конце. Ну, это, естественно, мы 2-1 ведем. Это, в принципе, я думаю, в любом матче, когда ведешь, немного в конце хочется хранить счет, результат и чуть опускаешься в оборону, даешь сопернику мяч. Ну, это, в принципе, я думаю, так часто встречается в футболе. Обрати внимание на статистику. И там Локомотив меньше владел мячом. В связи с чем это связано? Ну, опять же, я думаю, что забили быстрый гол. Что и в первом тайме, что во втором тайме второй гол. То есть, и поэтому больше уже играли на оборону и пытались поймать на контратаках. А вот так вот активно начать первые фазы таймов – это установка тренера? Ну, в принципе, всегда так. Особенно в домашнем матче говорим, чтобы начинали более агрессивно. Чтобы начало было. Юрий Семин на пресс-конференции сказал, что стандартное положение – это сильная черта нашего соперника сегодняшнего. Как с этим боролись? Как выходили из ситуации? Ну, смотрели, во-первых, у нас была теория. За день до игры смотрели, что, да, у них много роста игроков. В принципе, они вообще не разыграли ни одного стандарта. Все, подача и туда. Ну, в целом, просто играли персонально. Кажется, со своим игроком до конца. Ну, в целом, я думаю, справились. Хотя там один-два момента было, где-нибудь там пробить смогли. Ну, в целом, я думаю, что справились. Параллельно с матчем еще посмотрел в чат болельщиков в интернете, которые отмечали твои рывки в сегодняшнем матче. Да и… Ну, не знаю, какие рывки. В принципе, в любом матче есть рывки, не знаю. Ну, ты их приятно удивил сегодня. Рад, что так получается. Посажались дальше удивлять. Впереди выезд в Хабаровск. Тяжелый, холодный. Настраиваетесь или после этой победы уже как-то проще? Ну, пока не… Можно сказать, так не устраивались. Я думаю, начнем завтра сегодня. Сегодня была игра в Гига Европы. Выиграли. И завтра же не начнем думать о следующей игре. Ну, я думаю, что надо особо не зациклиться, что будет холодно, долго лететь. Просто выходить, как на любую другую игру, понимать, за что мы боремся и набирать очки. Редактор субтитров А.Семкин